Очень непростой финал. Обе спортсменки великолепно борются в партере. Это их сильная сторона. Арбитр встречи Дмитрий Ребин. Рустам Норисламов руководитель ковра. Бондаренко боковой судья. Косой захват у Лотковой. Рябова также взяла косой захват, сбила в партер. Лоткова готовит атаку за ногу. Выхватывает ногу. Оказывается сверху, переходит на руку. Села на болевой. Болевой у судьями открыт. Пытается перевернуть Рябову на спину. Из этой позиции Рябова кондрит рычагом колена. Уже не делает. Все-таки удается Лоткову перевернуть Рябову на спину. Это очень опасно. Зал взорвался. Не выпускает пока Лоткова. Напомню, минута отводится на болевой прием. Пять минут теперь с этого года борются женщины. Пытается осуществить разрыв рук вверх Лоткова. Но пока что захват Дианы похож очень на стальной захват. Практически, я смотрю, так тяжело подобраться Лотковой сейчас к локтю. Рябова вновь оказывается уже на животе. Здесь у нее больше возможностей уйти в стойку. Удастся ли ей уйти, мы узнаем. Уже скоро. На самом деле, две секунды, одна. Время болевого. Борьба продолжается в стойке. Замечание за пассивное ведение борьбы объявляется спортсменкой в красной форме. Рябовой Диане. Все справедливо. Лоткова выполняла болевой прием. Была активней. Целую минуту выполняла его. Поэтому замечание объявлено спортсменкой в красной форме. Подкрадывается Рябова теперь. Подкрадывается. Хочет переломить ситуацию, разумеется. Лоткова вновь забирает косой захват. У них обоюдный косой захват. Прием на бычок сорвался. У Лоткова захват. И Рябова теперь атакует в партере. Судья еще не открывает болевой и поднимает стойку. Не открыл болевой. Долго садилась Рябова. Вот здесь садится Лоткова. Она села чуточку проворней, что называется. И болевой был открыт. Борьба продолжается в стойке. Здесь это повтор. Сейчас сорвется захват на прием бычок. Да, Лоткова практически без захвата выполнял этот прием. Два рукава держат обе девушки обоюдно. Через спину с колен с двумя рукавами пытается сделать Лоткова. Больше, наверное, тактический подворот, поскольку на краю ковра она была и проиграла захват. Сейчас мне признаться, не совсем понятно. Вот после этого наказание Красный, потому как Красный выиграл центр. Теснило на край ковра. И тем не менее 1-0 ведет спортсменка в синей форме. Вот вновь на краю ковра Лоткова. Бросок через спину с колен. Переход на рычаг колена немножечко неудачный в данной ситуации. Хорошо защитилась и Рябова, и Лоткова потом от болевого на руку там и не давала. Перемещались вот на краю ковра. Вот без захвата вот этот бросок. В общем-то срыв. Ну, Рябова вместе с тем равновесие потеряла и ушла в партер. Чего не было в предыдущем эпизоде. В предыдущем, поэтому у меня сомнения по замечанию возникли, по предупреждению. Вот здесь как раз-таки Рябова ушла в партер за ней. И атака считается реальной. Верхний захват у Рябовой. Вниз сбивает Лоткову. Так, вновь схватка продолжается в стойке. Проход в ноги Лоткова осуществляет. Хватает пятку, защищается Рябова, бросает через голову с колена. Это действие не оценивается. Тут же Лоткова переходит на рычаг колена на месте. Прямо хватается Рябова. Контрит ее удержанием. Откроет ли арбитр удержание? Пока что он его не считает. По правилам туловище должно прижаться к туловищу. И лопатками надо прижать к ковру. И только после этого будет открыто удержание. Ну, спорный здесь опять эпизод. Конечно, очень сложный для судей. Сейчас было принимать решение. Вот проход в ногу. Динамично борются девушки. Бросок через голову. И тут же, посмотрите, еще не успев перековырнуться, Лоткова уже переходит на рычаг колена. Борьба в стойке продолжается. 45 секунд. Лоткова на болевой прием переходит. Она ведет 1-0. Время играет на нее. Если так и будет продолжаться, то все, схватка окончена. И победу празднует Лоткова. Но она села очень хорошо. Нет возможности у Рябова встать в стойку. Здесь ей нужно вставать обязательно. Не встает. Нет возможности. Очень хорошо села Лоткова. Обработала руку. Не дает встать. Не дает встать. Понимает Рябова, что нужно ей вставать. Но не получается это. Две, одна. Время. Вы слышите, как радуются зрительские трибуны. Хозяйка соревнований, как и вчера. Первая финальная.